Кыргызские власти планируют внести поправки в закон о свободе вероисповедания в религиозных организациях. Согласно поправкам, несовершеннолетним детям будет разрешено посещать мечети только в сопровождении родителей или с их разрешения, а все молильные комнаты поставят на учет. Мы перекладываем ответственность как на представителей религиозных организаций, если к ним на ритуалы приходят дети несовершеннолетние, они должны быть в курсе, есть у этого ребенка согласие родителей или нет. Если этого согласия нет, то ответственность ложится на религиозного деятеля. С другой стороны, мы говорим, что родители должны взять ответственность за участие своих детей в религиозных ритуалах. Они должны смотреть, знать, где их ребенок находится. А бывают случаи, когда дети без разрешения родителей убегают с уроков и участвуют в какой-то определенной религиозной деятельности. Также, согласно предлагаемым поправкам, будет обязательным лицензирование или сертификация всех религиозных учебных заведений. Впервые в законе также появляется термин «молельная комната». Следует заметить, что аналогичные законы уже имеются практически во всех республиках Центральной Азии, в которых преследования в отношении религии ведутся на гораздо более высоком уровне. Примечательно, что многие жители Кыргызстана в связи с приходом к власти нового президента Суаронбая Женбекова ожидали смягчения политики режима в отношении репрессированных религиозных проповедников. Эксперты считают, что эти ожидания очевидно безответны, что в принципе и неудивительно, учитывая тот факт, что Женбеков является ставленником предыдущего президента, который в свою очередь явно проявил себя как проводник интересов России в Кыргызстане. Мы, Кыргызская республика, твердо намерены, нацелены укреплять наши взаимодействия.